Час после того, как запустили лифт, он и нормально ходит у нас. И слава тебе, Господи, не ломается. Это самое главное, что мы не называем часто механиков. Только после того, как жители дома на Куликово-38 обратились к главе региона, лифт многоэтажки заработал. Крайняя мера. Лифт без движения простаивал по несколько месяцев. А вот лифт не работает. Даже на улицу выходить не охотно. Сидишь в дом лишний раз подниматься. С виду кабина лифта в доме на улице Куликово-38 не очень привлекательна. Испорчены кнопки, деформированная вентиляционная решетка, отсутствует фанера. Но сейчас об эстетической привлекательности уже мало кто рассуждает. Ездил бы лифт, и на том спасибо. Всего в регионе 2600 лифтов. Из них тысяча нуждается в замене. Срок эксплуатации превысил допустимые четверть века. Замена лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Ежемесячный взнос квартиры – 7,5 рублей за квадратный метр. Мы понимаем, что только за счет взноса отремонтировать все лифты – это невозможно. Сейчас рассматривается возможность предоставления поддержки из бюджета области на модернизацию лифтов. Сумма поддержки составит около 100 миллионов рублей. В приоритете дома с предписаниями от тех надзора, что лифт эксплуатироваться не может. Но в Астрахани даже относительно новые подъемные кабины не работают. В общем, он бывает так поднимается, несколько этажей, а потом вот так вот весь трясется. Мы там просто... Лифты в доме по проезду Воробьева установили 15 лет назад. Казалось бы, еще работать и работать, но нет. Перевозчик пассажиров стоит без работы уже 4 месяца, а грузовой периодически останавливается. Вот и при нас ехать отказался. Пришел ответ, что на заводе-изготовителе этот лифт не прошел технические испытания. Но сказали, пока 25 лет не пройдет, менять его нецелесообразно. В обслуживающей организации тоже разводят руками. Взносов жителей, говорят, хватает только на текущий ремонт лифта. Мастера приезжают сюда еженедельно. О замене лифта тут пока лишь мечтают. Примерно в такой же ситуации находятся и жильцы 90-го дома на улице Рылеева. У лифтов истек срок эксплуатации. Работают через раз. Но здесь о собственном будущем подумали еще три года назад, когда негласно приняли решение собирать не 7, а 17 рублей на капремонт за квадратный метр. За это время на счете ТСЖ скопилось уже 2,5 миллиона рублей. В правительстве области пообещали поддержку на замену всех 7 лифтов в доме. Получается, что примерно с одной квартиры нашего дома пришлось бы собирать единовременно 18-20 тысяч рублей. Это сложно сразу достать такую сумму из кармана. Мы вполне готовы к замене лифтов. Забота о лифте в многоквартирном доме как ни крути ложится на плечи собственников. Они решают либо копить на лифт, либо ждать помощи губернатора. Адресная помощь домам начнется уже в этом году. Артем Лепехин, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.